Андрей Ломанов, пилот высшей категории, родился в Казахстане, но с 1997 года живет в Одинцове. Летать за штурвалом мечтал с самого детства. Его отец и брат – профессиональные пилоты. Как говорила моя мама, я от вас в аэропорт буду жить. В аэровокзал жить там гораздо проще и спокойнее. Представляете, три человека, все трое летают и все находятся в одной квартире. Ломанов удостоен звания Героя России за спасение жизни 82-х человек. 7 сентября 2010 года самолет Ту-154 совершал рейс из Москвы в город Удачный, что в Якутии и обратно. В экипаже было два капитана, один из них – Ломанов. Андрей принял управление воздушным судном уже на обратном пути в Москву. Спустя три часа полета на борту возникла экстремальная ситуация. На высоте более 10 тысяч метров самолет оказался полностью обесточен. В результате получилось так, что у нас не работает ни одного прибора, ни навигации. А первым делом связь отказала. То есть нет связи. Мы не можем связаться с землей и сообщить вообще. Не работали ни автопилот, ни навигационное оборудование. Но главная опасность заключалась в том, что горючего оставалось всего на несколько минут полета. Насосы, которые отвечают за подачу топлива к двигателям, тоже работали от электричества. Самое страшное произошло в том, что, понимаете, у нас дело в том, что насосы, которые подкачивающиеся, находятся в баках, которые качают топливо, в расходный бак, они тоже у нас электрические. Они тоже отказали. И в результате что мы имеем? При наличии 19 тонн топлива на борту имеем всего 2,5 тонны в расходном баке. Это всего лишь на 25 минут полета. А на Москве еще... Экипаж приступил к вынужденной посадке. В первую очередь было необходимо максимально быстро найти подходящую площадку. С высоты 3000 метров Ломанов случайно заметил заброшенную взлетно-посадочную полосу. Она была очень короткой и не предназначалась для больших самолетов. Но удачное приземление шансов почти не было. К тому же видимость затруднял сильный дождь. А дворники на стеклах также перестали функционировать. Несмотря на все это, капитан Ломанов посадил самолет. С третьей попытки я все-таки уже ее зацепил в окончательный торец. Вышел на курс, прямо на торец взял и в принципе благополучно посадил самолет. Первое касание, мягко все это получилось. Ответственность за жизни людей и умение не сдаваться даже в самых экстремальных ситуациях. Именно эти качества помогли пилоту сделать невозможное. За мужество и героизм проявлены при исполнении служебного долга. Андрею Ломанову присвоено звание Героя России. Активисты местного отделения партии «Единая Россия» поздравили Андрея Ломанова с Днем Героев Отечества и поблагодарили за отвагу и преданность своему делу. Мария Шматкова, Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова